Как женщине развить свою сексуальность? Очень пикантное, эротичное, возбуждающее видео. Я вам настоятельно рекомендую досмотреть его до конца. Мы разберем очень глубокие моменты, которые редко вообще затрагиваются экспертами, уйдем от стереотипов и постараемся посмотреть на тему сексуальности и развития сексуальности со стороны женщины с такой углубленной позиции. Если вы будете придерживаться этих рекомендаций, не только вы почувствуете проявленную сексуальность, но и ваш партнер 100%, если он у вас есть. Если его нет, это обязательно почувствуют те мужчины, которые будут с вами знакомиться и ухаживать. Поэтому можно даже взять ручечку, карандашик и свои инсайты и выводы записывать на бумагу. С чего я хочу начать? Безусловно, хочу начать с вашей уникальности. И когда я говорю про вашу уникальность, я в прямом смысле имею в виду, что каждая из вас абсолютно уникальная женщина. Вне зависимости от того, какой у вас рост, вес, цвет глаз, волос, размер ноги. Почему я так утверждаю? Дело в том, что в каждом обществе, географически, если мы смотрим на разные страны, существуют некие социальные конструкты, шаблоны красоты, которые в той или иной степени навязываются нам средствами массовой информации, шоу-бизнесом, рекламой и многими-многими другими моментами. И вот, допустим, давайте для примера возьмем женщину, которая проживает на территории России. У нее достаточно широкие бедра, такая хорошенькая попа. У нее не тоненький голеностоп, а достаточно такой хорошенький. Не обхватишь его просто рукой, пальцы не сомкнешь вот так, как на куриной голяшке. Она может выделяться прямо такими пышными формами и при этом не попадать в нормы и шаблоны этого социального конструкта. Что происходит с такой женщиной? Она дает оценку своей личности с позиции того, что происходит во внешнем мире. То есть, что является нормой, а что является ненормой. Но если мы берем эту пышечку, пересаживаем ее с дивана удобного в самолет и отправляем ее, например, в какую-то латиноамериканскую страну, моментально спускаясь с трапа, она начинает слышать у себя за спиной «Мама сита, вай, 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 вай». Почему? Потому что она со своими формами оказалась в социальном конструкте, который определяет норму красоты именно вот такой, какой она является. И если мы будем эту женщину перевозить по разным уголкам земли, она будет убеждаться, что где-то она является суперкрасоткой сексуальной, а где-то не является таковой. Должно ли это быть причиной вашего непринятия себя? Безусловно, если мы говорим о болезненной полноте, которая вызвана изменениями гормонального фона, сахарным диабетом, расстройствами пищевого поведения, связанными, например, с психическим расстройством каким-то, здесь, безусловно, история совсем другая. Но мы говорим про ухоженную полноту. И не только про полноту. Сюда же может относиться и излишняя худоба, и маленькая грудь, либо чрезмерно большая грудь. Я вас очень прошу. Ваша задача для того, чтобы быть в развитии своей сексуальности, относиться к себе как к уникальному созданию. Не как к женщине, которая должна соответствовать чему-то, а именно уникальному созданию. Почему у многих из вас возникают трудности с принятием своего тела? Дело в том, что мы с вами в период взросления оказываемся в достаточно сложных для выживания обстоятельствах и условиях. Эти сложные обстоятельства не связаны с угрозой физической, а в большей степени с эмоционально-психологическим давлением, которому может подвергнуться та или иная девочка в процессе взросления. Это эмоциональное давление может происходить со стороны родителей, со стороны сверстников, школа, детский сад, институт. Не имеет значения, кто окружение этой девушки. И, безусловно, получая определенные психологические травмы, формируя в себе массу комплексов, неуверенность, нездоровая самооценка, не пройдя этапы верификации нарциссической, женщина сталкивается, будучи осознанной, с проблемой невозможности принять себя. К чему это приводит? Это приводит в конечном итоге, что она соглашается на отношения, в которых она мучается и страдает, потому что, не оценивая себя в полной мере, она воспринимает многие проявления своей личности как недостаток. И соглашается на несчастливые отношения, на взаимодействие с партнером, который, в принципе, не соответствует ее внутренним ценностям, ее взглядам на жизнь, планам и многому-многому другому. То есть, такая женщина ограничена в своем проявлении. А учитывая, что она еще часто находится в состоянии стресса, здесь мы обнаруживаем забитый в гроб гвоздь. Какой? Состояние стресса всегда влияет на репродуктивно-сексуальную систему женщины. То есть, она просто-напросто выключается. Что в этот момент? В этот момент женщина еще сильнее уходит в непринятие себя. И получается у нас замкнутый круг. Когда непринятие своего тела, плюс комплексы, плюс неуверенность, плюс низкая самооценка формируют состояние стресса, а состояние стресса блокирует развитие сексуальности. Что с этим нужно сделать? Вот я, это даже не призыв, это суперпризыв и суперпредложение для каждой из женщин, которые действительно хотят не при помощи шаблонных нерабочих механизмов привести сексуальность в порядке, а при помощи качественных знаний. Приглашаю вас на программу свою. Я такая одна, удобная или уникальная. И даже программа называется «Удобная или уникальная». Удобная женщина – это та, которая подстраивает себя под социальные конструкты, под нормы, под шаблоны, под свои страхи, под свои комплексы, под низкую самооценку. А уникальная женщина – это та, которая идет в принятие своего тела, работает со своими блоками, комплексами, нездоровой самооценкой и сексуальностью. Вот в течение пяти дней я абсолютно бесплатно помогу вам прийти к состоянию понимания себя и принятию себя. Дальше вы уже решите сами, что с этим делать. Пойти в терапию, к психологу какому-то, остаться со мной, с моей командой работать. Но то, что диагностика вам 100% поможет – это абсолютно безусловный факт. Поэтому переходите после просмотра этого видео по ссылочке, из любой точки мира регистрируйтесь и бесплатно принимайте участие. Следующий очень важный момент, на который я хотел обратить внимание. Сексуальность не равно секс, не равно вседозволенность, не равно обнаженность, не трансляция каких-то подчеркнутых частей вашего тела. То есть вот женщина может вываливать, ну там образно, скажем, грудь с глубоким декольте. И проходящие мимо мужчину, безусловно, будут на это смотреть. Это вызывает неподдельный интерес. Либо она там ходит в какой-то юбке суперкороткой, у нее там полупопия эти, знаете, уже выглядывают подкачаны. Безусловно, мужчина обратит внимание. Но является ли это трансляцией сексуальности? Нет, в большей степени это призыв к действию, который направляется в адрес мужчин. То есть действуй. А какое действие определяет для себя мужчина? Ну раз меня тут заманивают, это как в животном мире. Течка началась у самки, самец там уже бегает с рогированным пенисом своим и не знает, что с ним делать. Также и здесь. Женщина посыл отправила, и мужчина транслирует что? Желание совокупиться с этой женщиной. Просто соблазнить с нее и переспать. Где гарантия того, что даже если вы переспите, он останется с вами? Если у вас не проявлена сексуальность, он с вами не останется. Мужчина остается только с женщиной, у которой эта сексуальность транслируется. Так вот, когда мы с вами говорим о сексуальности, мы подразумеваем, что это, конечно же, и способность женщины входить в состояние аутоэротизма. То есть, когда женщина способна возбуждать себя мысленно, телесно. Это, безусловно, прокачанный эмоциональный интеллект. То есть, когда женщина умеет совмещать такую идентификацию своих ощущений в теле. То есть, это очень глубокие процессы. Если этого не происходит, женщина скатывается к позиции «возьми меня». То есть, она не знает, как по-другому сообщить о своей сексуальности. И сообщает о ней исключительно своей либо доступностью, от которой мало мужчин откажется. И тем самым она считает, что она классная сексуальная. Либо второй момент, она, подчеркивая свои какие-то прелести, дает некий посыл. Обрати внимание. А мы же понимаем, что когда мужчина видит сексуальную женщину, хотим мы этого или нет, немножко кукушка подъезжает, крыша начинает ехать. Он уже даже не понимает, с кем он общается. Он видит перед собой просто объект для удовлетворения своей потребности. Поэтому ваша задача все-таки научиться сегментировать состояние, где есть секс, и состояние, где есть ваша сексуальность. Вот сексуальной женщине не нужно проводить тест-драйв в спальне для того, чтобы показать мужчине, что она сексуальна. А вот женщине с выключенной сексуальностью этот тест-драйв понадобится обязательно. Она должна продемонстрировать все свои навыки, показать, какая она супергениальная любовница, сколько она техник минета знает, в каких позах она умеет, как она громко кричит, сколько дырок в простыне она оставит, как сильно она расцарапывает мужчине спину. Ну, это все-таки временный эффект. Временный эффект. Вот я вам расскажу одну историю. Молодой человек знакомится с девушкой. Красивая, глаз не отвести. И эту красоту он оценивает в первую очередь визуально. То есть ему нравится ее рост, ее фигура, ее лицо. Но когда он оказывается с ней в близости, он чувствует по ее действиям, по ее движениям, по тому, как она ведет себя в постели, что она напрочь оторвана от себя самой. То есть она диссоциирована со своим телом. Какие-то громкие звуки, абсолютно несуразные движения, которые показывают скованность и напряженность. Просто сумасшедший гипертонус телесный, застой тазового сегмента. Понятно, что он это немного другими словами рассказывал, не такими, как я сейчас говорю. Но все из того, что он рассказал, я сейчас вам описал. То есть это неспособность женщины чувствовать себя. Но при этом ведет себя так, как будто бы она является мега-супер-сексуальной женщиной. Нет. И он говорит, мне с ней просто стало неинтересно. Она деревянная. Вот просто деревянная. И все мои попытки как-то повоздействовать на нее ни к чему не приводили. Очень все жестко как-то, скомка она происходила. И в конце концов мы просто-напросто расстались. Потому что когда я пытался как-то договориться с ней, что-то обсудить, это ни к чему не приводило. И кроме всего этого, мы понимаем прекрасно, что очень часто у женщины формируется повышенная потребность сексуальной близости с мужчиной из-за того, что она находится в состоянии стресса. А так как оргазм и сексуальное возбуждение – это естественный природный комбинат наркотиков, то посещение этого комбината временно позволяет уйти от состояния стресса. И как только влияние гормонов и психоэмоциональное состояние стабилизируются, женщина возвращается опять в стрессовое состояние. И опять нужно срочно заниматься сексом, либо идти мастурбировать, для того чтобы вновь помочь себе и своей психике, центральной нервной системе прийти в состояние расслабления. Поэтому этот вопрос обязательно нужно также изучать. И об этом я тоже рассказываю на своей программе. Следующий пункт, который я обозначил для вас, он будет крайне интересен, крайне важен – это взаимодействие с собственным телом. Когда мы говорим про взаимодействие с вашим телом, подразумеваются абсолютно многие аспекты. Это и гибкость вашего тела. Это, конечно же, и блоки в вашем теле. Это и та же растяжка. Не говорит о том, что вы должны сесть на поперечный, либо продольный шпагат. Но все-таки это и спорт. Когда женщина в контакте со своим телом, когда женщина становится более гибкой, более пластичной, у нее пробуждается такая, знаете, пропускная способность, когда тело, пропускная способность тела, когда сексуальная энергия может циркулировать. То есть она передвигается по телу. Она не застаивается где-то. И, например, очень многие исследования, которые проводятся, допустим, там тот же открытый институт сексологии в Великобритании, о котором я часто вам говорю. Допустим, очень многие женщины в период возбуждения, когда у них просыпается сексуальное желание, допустим, партнеры рядом нет, они взаимодействуют исключительно со своей генитальной зоной, воздействуя на клитор и воздействуя на влагалище, например, на его внутреннюю часть. При помощи, допустим, какого-то фалоимитатора, либо игрушки. Но при этом не затрагивают остальных участков тела. То есть у них даже не возникает мысли пойти в расширение этой зоны. То есть не прикасаются к себе, а все сконцентрировано исключительно в области клитора и влагалища. Это, безусловно, с одной стороны, можно считать нормой, потому что так женщина для себя определила. А с другой стороны, это достаточно маленький участок для того, чтобы задействовать все свое тело. Мы еще позже поговорим о том, каким образом это делать сегодня. Но взаимодействие с телом крайне важно. Допустим, если мы берем телесно-ориентированную психотерапию. Я не думаю, что Александр Лоу, Вильгерем Райх были какими-то дебилами. Тот же Дэвид Буаделло. Это всемирно известные люди, эксперты, психологи, психотерапевты, которые посвятили свою жизнь изучению взаимосвязи психики нашей и нашего тела, взаимосвязи наших психологических травм и формирования телесных зажимов и блоков. И вот, допустим, на программе «Я такая одна, удобная или уникальная» я тоже этот вопрос подробно рассматриваю во второй день диагностического курса, где мы идем в диагностику тех или иных зажимов. И действительно, многие девушки определяют, что у кого-то, например, тазовый зажим, у кого-то брюшной зажим, у кого-то грудной, горловой и так далее. Их обязательно нужно убирать для того, чтобы высвободить вот эту законсервированную, застоявшуюся энергию. Если говорить про тело, я, конечно же, хочу порекомендовать вам очень классную практику, которая вскроет абсолютно все ваши страхи, неуверенность. И вы поймете, о чем я говорю, когда вы попробуете это сделать. Речь идет про интуитивный танец. Что такое интуитивный танец? Первое – это танец, который оторван от шаблонных действий. То есть движений, вернее. Это не движение, знаете, там попой она крутит, здесь ручка так-то. Вот он, что-то, что-то. Нет. То есть интуитивный танец подразумевает вашу тонко выстроенную ассоциацию с настроением, восприятием себя в данный период времени, мелодия, атмосфера, движения ваши, возможно, ориентация на какое-то свое внутреннее животное, которое просыпается, какая-то там тигрица, например. Так вот, как это происходит? Желательно, чтобы танец вы протанцовывали в обнаженном виде. Ну, естественно, не в публичном месте, а где-нибудь дома, чтобы вас никто не видел. Если есть возможность сделать это перед зеркалом, сделайте это перед зеркалом. Интуитивно выбирайте музыку, которая в данный момент у вас ассоциируется с сексуальностью и сексом. И просто погружайтесь в состояние, демонстрируя секс и сексуальность своим телом. Это может проявляться как угодно. Вы можете ползать, вы можете опускаться на четвереньки, изгибаться, трогать себя. Вы можете сопровождать это какими-то стонами, какими-то звуками. Но задача возбудиться от того, как вы протанцовываете свой интуитивно-сексуальный танец. Что с вами может происходить? Кто-то из вас в какой-то момент может столкнуться с мыслью, фу, как это некрасиво. Все, психика отреагировала, пошла обесценка. Обходим это состояние, двигаемся дальше. У кого-то может возникнуть даже такое агрессивное состояние. Блин, что за херня? Вообще бред какой-то, блин. Ползают тут голые возле зеркала. Кто-то начнет смеяться. Но как только эти состояния будут проявляться, вы должны понимать, что вы натыкаетесь на свои блоки, на свои комплексы. То есть мы осознанно, переступая через это состояние, идем и дальше продолжаем свой танец. Еще раз повторю, здесь такой критерий – это возбуждение. Когда вы в танце начинаете возбуждаться, расслабляться. Возможно, даже некоторые движения вам покажутся диковатыми. Это нормально. Делайте это регулярно, хотя бы раз в неделю, раз в две недели. Особенно, если вы планируете пойти на какое-то свидание. Протанцевали все это, разбудили в себе вашу внутреннюю шлюху. Она должна выйти оттуда в достаточно развратном состоянии. Но при этом вы управляете ей. Не она вами, а вы ей. Вот такая женщина, которая чувствует свое тело в контакте со своим телом, в разрушенных блоках, в состоянии аутоэротизма, о котором я уже говорил, она становится сексуально привлекательной в первую очередь для себя. И вот с такой женщиной мужчина никогда не будет чувствовать себя ненужным, никчемным, и тем более не столкнется с какой-то сексуальной скукой. Следующий момент. Это работа с вашим голосом. Мы же прекрасно понимаем, что очень часто по неизвестным нам причинам, если мы этого не изучаем, у людей формируется тот же горловой зажим. Ну вот достаточно, допустим, чтобы ребенок подвергался насильственному кормлению в детстве, либо родители очень остро реагировали на высказанное мнение девочки, чтобы у нее этот зажим появился. И если вы обратите внимание, по частоте звучания, по децибелам, громкость вашего голоса, она в принципе однотипна везде. Ну да, если мы вечером там разговариваем, кто-то спит в другой комнате, мы меняем интонацию, тише говорим. Вот ребенок уснул, мы говорим, давай потише. И разговариваем вот так. Вы замечали, как часто, даже когда вы начинаете говорить шепотом, вы бессознательно возвращаетесь в прежнюю громкость. И опять, тише, тише. А, ну да, да, да. Почему так происходит? Мы настраиваем свой речевой аппарат на определенную частоту звучания. Кроме частоты звучания, туда добавляется интонация, такая текучесть нашего голоса, речевые конструкции, которые мы используем. И женщины очень часто игнорируют это. Ну вот я приведу очень простой пример. Вы приходите на работу и разговариваете с сотрудником по работе. У вас абсолютно нормальная речевая позиция, вы там рассказываете свои мысли, обмениваетесь контактами клиентов, вызывает вас ваш руководитель. Там уже интонация голоса немножко меняется. Вы поймаете себя на мысли сейчас, вспомните, как это происходит. Почему? Вы там уже не позволите себе говорить так громко, так четко, так выраженно. Все-таки присутствие руководителя даст о себе знать. Когда вы взаимодействуете с мужчиной, ваш голос тоже является очень классным сексуальным инструментом. И вот как раз-таки контакт с мужчиной должен для него быть контрастно разным. Вот вы говорите с мамой по телефону. Алло, да, мам, привет. Да-да-да, все хорошо, хорошо. Да, все, целую, пока, пока. Вот, короче, я пошла, захожу, вот, а он на меня смотрит и говорит, девушка, по-моему, это у вас упал кошелек. Чувствую вообще никакой разницы. А теперь внимание. Когда появляется маленький ребенок, что делает мама? Что мой хороший, мой котеночек. Кто-то мой сладенький, у кого такие глазки заспанные. Чувствуете переключение? А мужчина не чувствует этого переключения. И хотите вы этого или нет, нейроассоциативно, он вас вообще может не считывать как сексуальный объект через ваш речевой посыл. Поэтому в контакте с мужчиной, который является вашим мужем, парнем, сожителем, да хрен с ним даже любовником, либо это мужчина, который за вами ухаживает, либо это мужчина, которому вы хотите понравиться, вы должны научиться общаться сексуальным голосом. Сексуальный голос не подразумевает какого-то разврата. Привет, сладкий малыш, я сегодня как-то в рабочий день. Это чересчур перегиб, переиграла называется. А когда мы говорим о мягкой подаче информации, интонационно, красиво, речевые конструкции, такие, знаете, обволакивающие, придыхание определенное, нежность, позанимайтесь в качестве репетиции сексом через голос, возьмите любую книгу, либо журнал, и попробуйте в разных позициях ее прочитать. Прочитайте в обычной позиции в своей, просто как вы обычно это делаете. На улице Ленина произошла авария, в результате которой никто не пострадал. На асфальт было выброшено 4 коробки с фалоимитаторами, которые собирало 4 мужчины. Это и вызвало неподдельный смех у проезжающих. Ну, как бы, можно так же прочитать совершенно иначе, да? На улице Ленина произошла авария. Ох, блядь, это чувство, возбуждаешься, да? Поэтому это я своим голосом говорю, а если это женщина? Слава богу, никто не пострадал. На асфальт было опрокинуто 4 коробки с фалоимитаторами. Именно это вызвало неподдельный смех, Гриша. Боже мой. Из меня бы такая шлюха получилась бы вообще. Я брызг, брызжал бы, блин. Ну, если бы я только похудее был в 4 раза. И без бороды. И без бороды. И с голосочком тоненьким таким. Ну, хотя, мне кажется, да, если бы я была полненькая женщина, я бы все равно был бы самой сексуальной бобенкой. Так вот, вам нужно научиться использовать свой голос, свой речевой аппарат, как сексуальный инструмент. Чтобы мужчина знал, что вот это звучание принадлежит ему, он будет остро на это реагировать. Запомните это раз и навсегда. Тренируйтесь. Тренируйтесь. Это очень круто. Это очень круто. Обычно, я сейчас просто приведу еще один пример. Обычно, когда женщины это делают, мужчина слышит сексуальные нотки во время занятия сексом. Мужчина слышит сексуальные нотки, когда женщина пристает, к нему там какая-то прелюдия, она может что-то ему нежно говорить. А если это происходит всегда, интонационно, мужчина залипает на такую женщину. Ему хочется ее слышать, ему хочется ее обнимать и целовать в том числе. Классно же? Ну, скажите честно, вообще видос у нас получается какой крутой. А теперь, внимание, дорогие мои, это сексуальная самоактуализация. Что такое сексуальная самоактуализация? Это когда женщина знакомится с собой, со своей сексуальностью. То есть сюда входят и эрогенные зоны, те участки тела, которые вам в наибольшей степени доставляют удовольствие. Это чистота и длительность прелюдии, например. Это воздействие на те или иные участки клиторальной зоны. Знаете, как вот ученые определили, что верхний левый квадрат клитора для женщины является самым возбуждаемым местом, если на него воздействовать пальчиком, либо двумя. А если это делает еще мужчина при помощи каких-то других средств и частей тела, это может вызвать очень классные ощущения. Совмещение эрогенных зон, когда вы можете воздействовать сразу на несколько. Это все говорит о чем? О том, что самоактуализированная, сексуальная самоактуализированная женщина знакома со своей сексуальностью, и она ее уже транслирует в мужчине даже во время акта полового. Как ее развивать? Первый очень важный момент. Здесь нам, конечно же, помогут наши органы чувств. Какие у нас органы чувств? Это наш зрительный аппарат, слуховой аппарат, тактильные ощущения, запахи, вкус. Что мы делаем? Начинаем мы с визуализации, то есть задействуем зрительный аппарат. Допустим, представьте себе, вы решили помастурбировать. Обычно мастурбация представляет из себя такой автоматизированный процесс. Вы уже знаете, как, где, что и как вам необходимо сделать. Если вы это делаете при помощи руки и фалоимитатора, вы, соответственно, с определенной частотой вводите его в себя. С определенной глубиной, под определенным углом. Чередуете с прикосновением руки, например, к генитальной зоне. Где-то, может быть, трогаете себя за грудь, за волосы, за шею. Но это нужно запоминать. Запоминать. Вот, допустим, женщина занимается сексом с мужчиной. Она подстраивает тазовую часть таким образом, чтобы член входил под таким же углом, как ей это доставляет наибольший кайф, когда она это делает наедине с собой. Когда женщина способна мужчине рассказать о длительности прелюдии, о своих эрогенных зонах. Поделиться этой информацией. А это все осуществляется в процессе формирования сексуальной самоактуализации. Поэтому ваша задача. Первое. Визуальный образ. Что мы делаем? Когда вы входите в состояние возбуждения и пытаетесь мастурбировать, постарайтесь выжить. Очень часто, неосознанно возбуждайтесь от определенных картинок, которые вы представляете в своей голове. Ну, какая-то женщина, допустим, представляет секс с каким-то, я не знаю, афроамериканцем, с членом до колена. И она от него спряталась в соседнюю комнату, а он пробил дырку и просунул его туда. Она его не видит и только с его членом взаимодействует. А какая-то женщина возбуждается от того, что она представила себя в роли шлюхи и проститутки. А какая-то возбуждается, например, от того, что она представляет, что ее кто-то принуждает к сексуальной близости. Либо она сидит у какого-то старенького дедушки на ручках, знаете, и он говорит ей, девочка, ты хорошая сегодня оценки принесла. И такое может быть. То есть мыслительные процессы, которые, визуальные образы, которые вводят вас в экстаз и в кайф сексуальный, в возбуждение, у всех очень разные. У кого-то они более классические, у кого-то, как в моих примерах, более выходящие за такие, знаете, уже рамки приличия где-то. Но это все на уровне фантазии. Эти образы нужно запоминать, их нужно вылавливать. Потому что, когда вы выходите на контакт с мужчиной сексуальной, при помощи этих образов вы тоже можете усиливать трансляцию своей сексуальности. Если мы говорим про звуковое восприятие, постарайтесь во время сексуального возбуждения поймать себя на самом приятном для себя звучании, через ваши стоны. Стонать можно по-разному. Знаете, ага, 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 и как-то еще. Поймайте такое звучание, которое в наибольшей степени ассоциируется с сексом у вас. И оттачивайте его, позволяйте играть с этим, с этой интонацией голосовой. Какие звуки могут поспособствовать тому, чтобы вы еще сильнее возбудились. Это может быть какая-то мелодия, это могут быть звуки природы, все, что угодно. Все, что ассоциируется у вас с сексом. То есть здесь важно задействовать максимально все органы чувств. Дальше мы переходим уже к тактильным ощущениям. То есть какой температурный режим для вас наиболее предпочтителен для того, чтобы вы были в состоянии возбуждения. Я вот элементарно вам историю расскажу. Девушка переезжает жить в Европу, переехала в Италию жить, ну это с итальянцем. Она говорит, я не могу понять, почему у меня постоянно во время секса с ним не получается достичь оргазма. А говорит, у них постоянно холодно зимой. Вот у них везде в домах, у них не так, как у нас, говорит, в России. Там вот именно в доме, где мы жили, и вот у его друзей, может быть у кого-то есть там суперотопление. Но у них нет такого, как у нас. Ходишь в трусах себе, кайф, там у тебя все классно, центральное отопление, ничего тебя не беспокоит. Ты можешь еще и форточку открыть, потому что тебе жарко. А потом, когда уже в процессе терапии она поняла, что оказывается температурный режим напрямую формировал в ней дискомфортное состояние, она ей не могла расслабиться, просто не получалось. И это тоже важно. Тактильные ощущения, на каком белье вам нравится находиться, спать на каком белье, на каком белье вы возбуждаетесь, какое белье нижнее на вас должно быть. То есть женщина, вот я даже на разных форумах раньше, помню, читал, как женщины делятся там своими историями. И вот давайте будем честными и откровенными. Большая часть женщин надевает красивое нижнее белье, которое они сами считают сексуальным, по особым случаям. По особым случаям. То есть это контакт с мужчиной предполагаемый, там романтический ужин и так далее. А кто запрещает женщине носить на себе сексуальную энергию в виде сексуального белья, которое доставляет невероятный кайф? Она только от одной мысли, что она в этом белье уже входит в состояние приподнятости такой. А если она еще и это белье из очень приятной ткани, это тоже очень классно. И вот вам нужно определить ваше тактильное ощущение, свои эрогенные зоны, те участки тела, которые, возможно, вы не задействуете в момент сексуальной близости. Дальше мы переходим с вами уже к ароматам. Да, мы понимаем прекрасно, что ароматы используются по настроению. Можно нанести на себя просто приятный аромат, а он ассоциативно у вас, например, там как-то выстраивается и встраивается в систему достижения. То есть вы наносите на себя этот аромат и пошли на работу, там такая энергия мужская у вас пробуждается. А по каким-то особенным случаям используйте ароматы более нежные и тонкие. И вот ваша задача также использовать и аромамасла, и духи, и какие-то парфюмированные изделия, диффузоры домашние, которые у вас будут ассоциироваться с пробуждением сексуальной энергии. То же самое мы говорим и про органы вкуса. Вкусовые рецепторы, когда мы задействуем. Вот есть такой распространенный стереотип, типа очень сексуально, там клубника и сливки. Еще и шампанское, и ванна горячая. Клубника, сливки. Ну так-то если по-большому, то же самое, что бутерброд с докторской колбасой. Можно так же постараться воспринимать. Но это стереотипно. А ваша задача выбрать для себя те вкусы, которые вы считаете сексуальными. И вот когда женщина соприкасается со всеми через органы чувств с сексуальностью своей, ей проще приходить к самоактуализации. Потом, когда вы будете в контакте с мужчиной, вы не будете себя обманывать. Вы будете стараться окружать себя условиями, обстоятельствами, атмосферой и даже формой взаимодействия с мужчиной таким образом, чтобы вы в этом расслаблялись. Потому что когда мужчина входит в сексуальный контакт с женщиной, он получает удовольствие не от того, как она воздействует на мужчину технически, а от того, как она растворяется в самоощущениях. Понимаете? Когда женщина растворена в своей сексуальности, мужчина этот такой, он поедает. Это просто как жадное животное. Для него это очень кайфовое состояние, для нас, для мужчин. В чем проблема с сексуальной самоактуализацией? Примерно все то, о чем я уже говорил. Огромное количество женщин не могут обойти блоки, психоэмоциональные, физические зажимы и встретиться с этим состоянием. То есть оно как бы обозримо, да, ничего сложного нет. Но а как с ним встретиться, с этим состоянием сексуальной самоактуализации? У меня на программе 5 дней, программа и называется «Я удобно или уникально?». На этой программе мы рассматриваем отдельно и зажимы телесные, и отдельно сексуальность, и взаимоотношения с мужчиной. И важно просмотреть всю программу. Не один вебинар, а всю. Потому что все, о чем мы будем говорить, касается самоактуализации сексуальной в том числе. Даже если, например, на первый взгляд вопрос границ личного пространства у вас никак не стыкуется с самоактуализацией сексуальной, вы очень сильно ошибаетесь. Напрямую имеет отношение границы личного пространства и самоактуализации. По ссылке переходите в описании под этим видео. Регистрируйтесь и из любой точки мира принимайте участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!